Итак, поскольку Акан набрал 150 лайков даже больше, выкладываю долгожданное обучение. Хотя кому оно нафиг нужно? Итак, во-первых, это не самостоятельный фокус, это скорее дополнение к рутине. То есть перед этим нужно обязательно показать что-нибудь. Какие фокусы подойдут? Ну Акан, конечно же, в первую очередь. И также еще подходит амбициозная карта. То есть после какой-нибудь своей рутины с амбициозной картой вы можете показать то, чему я сейчас вас буду обучать. Как же делается этот фокус? Он достаточно простой и в принципе ничего удивительного. Это же все-таки и YouTube. Зритель выбирает карту, валит буби. И далее вы любым удобным для вас способом перемещаете ее наверх. Можно использовать классический паз. Любым, кроме подснятий. Пожалуйста. Очень вас прошу. Далее вы говорите зрителю. Отсчитай мне в руку сколько угодно карт. Сколько хочешь карт. Остановись в любой момент. Что вы собственно делаете? Сейчас объясню поподробнее. Вы делаете брейк на двух картах. Засовываете в этот брейк указательный палец. Кладете колоду. И сразу кладете себе в руку дабл. И далее по одной карте слистываете. Показываете, что должен делать зритель. И говорите ему сделать точно. Ну, вы поняли. Отложу сколько угодно карт. Он откладывает. Остается, допустим, останавливаться вот здесь. Далее мы выбираем три карты. Ну, сколько угодно на самом деле. Девять пики. Даму крести. Когда вы решили прекратить накладывать карты, вы берете последнюю, допустим, 10 буби. И что вы должны сделать? Вы должны сделать сдачу нижней. Одноручную. То есть, как она исполняется? Вы должны сделать, в первую очередь, бакл. То есть, что вы делаете? Вы указательным пальцем давите на угол. А этот белый угол упирается вам в ладонь. В результате чего ваши карты начинают расползаться. Думаю, понятно. Вам не обязательно делать так, чтобы вся колода была, так сказать, распотрошена. Но первые карт пять у вас должны быть так. Главное, нам первую карту. После того, как вы научились делать бакл, что вы должны сделать? Сделали бакл, остальными пальцами вы должны достать первую карту и выдвинуть ее. То есть, еще раз делаете бакл, достаете нижнюю карту и выталкиваете ее. Первая карта должна быть сдвинута. Это обязательно, чтобы прикрыть все это действие. Как это все дело синхронизируется? Допустим, семерка буби. Вы ее сдвигаете. Это обязательно. Делаете бакл. Нижнюю карту. У вас эти карты, в принципе, находятся, они, в принципе, торчат. И семерка буби прикрывает восьмерку буби. Это не обязательно делать так, чтобы это было прям конкретно ровно. Потому что мы все равно делаем переворот руки в этот момент. Но желательно. То есть, чем лучше, чем ближе они будут друг к другу, тем будут все-таки, я думаю, лучше. Чем ровнее они будут. Давайте еще раз. Делаете бакл. Сдвигаете, выдвигаете. И далее вы переворачиваете руку, ослабляете эти пальцы. В результате чего карта у вас первая и выскальзывает. То есть, когда вы так переворачиваете, вы передаете, как бы это сказать, кинетическую энергию вашего движения. В вашей карте. И она у вас вылетает. То есть, вы как бы бросаете первую карту. Давайте без семерки буби. Вы ее как бы бросаете. Бросаете. Сдвигаете, бросаете, сдвигаете, бросаете. Какая у нас там? У нас, по-моему, валет буби, да? Мы выбирали в самом начале. Пять черви. Ваша, не ваша карта. И далее делайте наше движение на колоду. На колоду. То есть, сейчас мы положили сюда вальта буби. Теперь очистка. То есть, после того, как мы вместо пятерки черви положили сюда карту зрителя. Что, собственно, мы должны сделать? Если мы просто развернем колоду и покажем, что вот она самая обычная. Зритель может, не то что может, он заметит, что мы вместо пятерки черви, которую якобы положили сюда, явно положили что-то другое. То есть, теперь мы должны избавиться от этого. Это делается очень легко. Мы должны сделать движение под названием underspread. То есть, что это такое и как это выглядит. Мы берем и карту зрителя засовываем под ленту. Показываем тем самым, что у нас вся колода самая обычная. В интернете есть полно обучений этому движению underspread. Я вам объясню лишь в двух словах и конкретно для этого случая, как оно делается. Когда вы скинули карту, когда разворачиваете эту стопку к себе, вы сдвигаете даму в этот момент прямо под эту ленту. То есть, вот как это выглядит. Одновременно с этим вы должны выдвинуть десятку так, чтобы у вас дама и десятка совпали, можно так сказать. Далее вы должны большим пальцем придерживать десятку, а даму забрать пальцами правой руки. Далее, после всего, вы показываете, что карта зрителя тут наверху. Поскольку я сказал, что эта штучка, так сказать, идет только в комбинации с чем-нибудь, давайте с вами рассмотрим один акан. Это, можно сказать, один из самых простых аканов, полностью импровизационный. Но в то же время он показывает основной принцип работы таких вещей. В комментариях какой-то человек написал, что самые нормальные аканы делаются с помощью пальмирования и какой-то там подмены. Сейчас уже не помню какой. Это лишь некоторые варианты исполнения аканов. Основной принцип у них немножко другой. Вы берете начальную точку и конечную. Под начальной точкой я подразумеваю текущее положение карты в колоде. А последнюю точку это то, что называет зритель. То есть, если карта, допустим, лежит 25-й сейчас в колоде, это первая точка. Зритель назвал число 16-й, это вторая точка. И вы должны переместить карты из первой точки на вторую. Все. Если кому-то сейчас не понравилось, что я сказал, то вы можете попереводить лекции Дани до Ортиза. Даже акан от Изи Винда работает, в принципе, по этому же самому способу. То есть, давайте посмотрим самый простой вариант. Итак, зритель говорит стоп. Запоминает карту. И, в принципе, сразу же называет число. Допустим, он загадал число 19. Сразу скажу, что сейчас эта карта не 19-я. Я знаю. Итак, и, в принципе, мы начинаем отчитывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Помнит ли зритель свою карту, спрашиваем мы. Да, конечно, он говорит, конечно, помню. Итак, 15, 16, 17, 18. И спрашиваем, какая это была карта. Я, к сожалению, сейчас не знаю, поэтому я покажу, что 19-я карта. Это карта зрителя. Такой очень простой акан, который отображает, в принципе, суть работы почти любого акана. Я не говорю, что каждого. Я говорю, что большинство аканов работают по этому принципу. Как работает этот акан? В двух словах, вы помещаете сами карту на нужную вам позицию. Можете первую, можете последнюю, можете... Я вот, допустим, ее помещаю на шестнадцатую позицию, потому что именно на эту позицию советовал помещать карты при подобных аканах Дани Д'Ортис на лекции пингвинов. На лекции пингвинов. Как вы ее помещаете, это исключительно ваше дело. Я не буду объяснять вам пока, как помещать на конкретной позиции карты. Это мы сделаем, я думаю, потом. Потом с Денисом ставьте лайки и пишите в комментариях, если вы хотите обучиться конкретным контролям, пасам, которые не просто помещают карты наверх, а помещают их на любую позицию в колоде. То есть у меня есть парочка таких пасов, и я вас могу им научить. Но только если вы об этом мне скажете, да? Зритель выбирает карту, сейчас это восемь пик, и, как я и говорил, вы любым удобным для вас способом помещаете ее на какую-либо позицию в колоде. Сейчас эта позиция у меня шестнадцатая. Далее. Все, что вы должны сделать в следующем, это либо налистнуть сверху сколько-то карт, либо убрать сверху сколько-то карт. Все это зависит от того, назовет зритель число больше вашего или нет. То есть сейчас карта зрителя находится шестнадцатой в этой колоде. Я это знаю точно. Итак, допустим, зритель назовет число десять. Все, что мне нужно, это сверху убрать шесть карт, потому что шестнадцать минус шесть, это будет десять. Все, что вы должны для этого сделать, это отсчитать шесть карт пинки каунтом и сделать любой удобный для вас пас. Главное, чтобы вы им владели хорошо и он был отточен. Итак, сейчас я сделал классический пас и погнали отсчитывать десять карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, восемь пик, десятая карта. Отлично. Оставим ее той же, десятой. Сейчас она у нас десятая. Если зритель назовет число больше десяти, допустим, двадцать, все, что вам нужно, это сверху накинуть десять карт. И тогда она будет двадцатой. Это логично. По такому принципу и работают, в принципе, большинство аканов. Сразу такое небольшое дополнение. Если вы не хотите, чтобы зритель выбирал карту, так сказать, механическим путем, а чтобы он просто ее назвал вслух, для того, чтобы ее найти в колоде, несложно догадаться, что вам нужна какая-нибудь система карт. То есть вы можете в колоду, вот самая простая система, это, разумеется, заводской порядок. То есть какую бы карту зритель не назвал, вы можете путем логических мышлений найти ее в колоде. Но, разумеется, в таком случае вам не удастся отдать колоду на зрителю, на проверку и на перемешку. Существует огромное количество таких систем, поищите их в интернете. Думаю, это будет вам очень интересно. Пара небольших дополнений. Давайте выберем карту. Шесть черви. Итак, когда лучше всего делать вот этот паз? То есть налистывание или слистывание карт? Итак, допустим, зритель называет число сейчас 14. Я знаю, что карта, которую только что мы с вами выбрали, находится 11. Я не делаю это все сейчас. Я начинаю слистывать карты. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я знаю, что следующая карта зрителя. Мы отлистали 10 карт. Разумеется, поскольку наша карта была 11, а зритель выбрал число 14 сверху, мы должны налистать три карты. Я сейчас баклом отсчитываю эти три карты. Итак, вот мы отлистали 9-10 карт. Далее мы спрашиваем зрителя, чтобы он слегка отвлекся. Вы помните вашу карту? У зрителя рассеивается внимание. В этот момент мы как раз таки и делаем наш паз. Он вспоминает, да, конечно, я помню. Все, прекрасно. Мы продолжаем, как ни в чем не бывало. 11, 12, 13 и 14 карта. Ну, мы просим зрителя назвать вашу карту, и вот она 14. То есть вы не делаете это в самом начале? Нет. Я предлагаю вам именно такой вариант, когда вот вы все сделали. Вот, пожалуйста, вы сконтролировали вашу карту. Вот колода, называйте любое число. Пожалуйста. Начинайте отлистывать. Зритель смотрит, что вы, правда, ничего не делали. Все прекрасно. Потом мы его, так сказать, немного отвлекаем. Делаем наш паз. И все. Теперь давайте вообще все вместе. Зритель говорит стоп. Запоминает карту. Допустим, сейчас я посмотрю. Валет Буби. Вы сразу замешиваете его в колоду. Зритель называет любое число. Допустим, 16. То есть изначально вы показываете обычный аккаунт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Отлично. Шестнадцатая карта. Карта зрителя. Вау, супер, офигеть. Итак, теперь мы якобы под предлогом... Давай еще раз повторим. Просто зритель обычно просит повторить фокус, из того, как мы его показали. Отлично. Убираем карту на то же место. Наверх. Все. И теперь мы просим зрителя. Теперь ты сама, как хочешь, или сам отлистай мне сколько-то карт в руки. Сам. Не называй мне число. Акцентируем именно на этом, чтобы зритель сам не называй мне число. Все проделал. Он сам отлистал. Он пытается нас запутать. Отлично. Теперь мы говорим. Смотри. Ну, в прошлом фокусе сразу было понятно, что это карта зрителя. Но давай сейчас мы немножко усложним. Мы положим сверху карты, которые не являются твоими. Шестерка и пик не твоя карта? Нет. Мы положим ее сверху. То есть сейчас сверху шестерка пик. Прекрасно. Десятка пик твоя карта? Нет. Мы ее тоже наверх положим. Это же не твоя карта. Какая карта сейчас сверху? Отлично. Десятка пик, говорит зритель. Итак. Далее просим самого выбрать карты. Тройка пик? Пожалуйста. Король крести? Пожалуйста. Не ваша карта. Итак. Последнюю карту зритель выбирает. Мы делаем наше секретное движение. Underspread. Все. И теперь усиливаем эффект. Повторяем все, что сделал зритель сам. Он сам отлистал нам колоду. Сам убедился, что сверху точно лежат не его карты. Сам положил сверху те карты, которые он сам захотел. И тем не менее сверху находится его карта. И тут зритель выпадает в посадку.